Восхищаться есть чем. Перед нами первая санатория Будзинского и находится она на территории санатория Маяк. Историческая надпись по фронтону здания обнажилась во время ремонтных работ, когда слой за слоем снимали многолетнюю побелку. А еще сразу стало очевидным, что в самом сердце курортной набережной появился очень характерный для прошлого столетия пример архитектурного изящества и гармоничности. Проявился под побелкой рукописный портрет создателя санатории. Генеральный директор современной здравницы успокоила, уникальность этого сооружения будет бережно сохранена. Когда мы принимали решение, что же с ним сделать, и сквозь этот большой слой извести просвечивались эти кирпичи, мы решили, что давайте попробуем, вот объем маленький кусочек, что там под ним, насколько, в каком хорошем состоянии остался этот кирпич, сможем ли мы вернуть ему первоначальный вид, чтобы люди, которые здесь гуляют, чтобы они вдохновлялись той историей, которая дышит это место. Попробовали, получилось. Эффект, ну, вы сами видите, шикарный. Хорошо, когда руководители сама в восторге от того, что возвращают городу историческую ценность, ведь этот участок купил сам Будзинский в кредит, сознавая значимость места на высоком морском берегу. Где-то здесь начинаются знаменитые подземные ходы турецкой крепости Анапы. Поговаривали, что именно ее находки помогли владельцу построить роскошное здание санатории и водогрязелечебницу. Впрочем, это легенда. А вот на фотографии вековой давности – реальность того времени. Где отображено это здание, и здание лечебницы непосредственно, есть, можно определить эту надпись, которая и есть. Можно посмотреть саженцами, вот эти вековые деревья, которые сейчас уже стоят и просто огромные. Ну, как, мне кажется, мечта любого человека был деревянный мезонин. Вот здесь вот его очень хорошо видно, вот на этой фотографии. И есть более ранние еще фотографии, где прямо на фоне этого мезонина фотографировался доктор Будзинский и дамы в таких шикарных белых платьях в пол. Поскольку все-таки здание 1900 года по сроке, а может быть даже и раньше, конечно, у него есть проблемы, которые нужно решить. Так вот, когда мы разобрали этот мезонин, который, ну, естественно, деревянный, он уже не мог служить, оказалось, что там есть трещина, которую каким-то образом нужно обязательно стянуть. Поэтому принято решение мезонин сохранить в том же виде. Единственное, что, возможно, он будет не полностью деревянный, а частично железный, потому что, ну, это просто вызвано тем, чтобы сохранить само здание. Есть в этих вековых деревьях, тенистых аллеях парка, просторном холле и шикарных окнах в мавританском стиле, в которых всегда кусочек моря, необыкновенный шарм. Желание видеть хоть уголок той милой Анапы, когда начиналось ее санаторное будущее, огромного анапчан. И оно вполне оправдано. История Анапы богата и интересна.